Несмотря на то, что человечество сумело расщепить атом, подняться за облака и изучить ближний космос, несмотря на то, что оно под микроскопом изучило процесс человеческого зачатия и процесс смерти, несмотря на то, что были поставлены под сомнение или же опровергнуты многие религиозные догматы, связанные с чудесами и мистичностью реальности, религии по-прежнему крайне сильно интересуют и, я бы даже сказал, беспокоят человеческие земные особи. И в настоящее время еще сильнее, чем когда-либо прежде. Земные люди уверены, что вот-вот должна произойти развязка показанного им представления и информацию о том, как все должно быть, они с невероятным упорством ищут в книгах, которые считают святыми и правдивыми. Это что за мансы, Петя? Человеческие особи, земные люди, ты нам в чем-то хочешь признаться, морда рептилоидная? Благодаря самым популярным роликам на нашем канале, посвященным разоблачению некоторых аспектов некоторых религий, благодаря многотысячным комментариям под ними, стало понятно, что люди хотят увидеть и узнать еще. Я обязательно должен еще рассказать о самом страшном секрете славянского язычества, сатанизма и буддизма. Это топ-3 запроса ко мне по этой тематике. Ну что ж, в 10 веке якобы за сатанизм был отлучен от престола Папа Иоанн XII. Примерно в это же время дьявол окончательно и очень сильно укоренился в средневековом религиозном сознании. Дьявол стал вторым по значимости религиозным персонажем и главным олицетворением абсолютного зла. По мнению всех видов христианских церквей, как тогда, так и сейчас, все, что языческое, а также манихеи, катары, альбегойцы, это все от нечистой силы. Любая религиозная практика или духовная, даже очень доброжелательная вне канона христианства, это сатанизм. Как вы относитесь к медитации и йоге? Является или это грехом для православного? Да, для православного человека это является грехом, потому что при медитации человек не обращается к Богу, а он наоборот стремится от Бога. Даже сам этот термин впервые прозвучал в 1565 году в одной из книг, в которой критиковалось учение славного человека Мартина Лютера, который первый тогда столь громко заявил, что Бог не имеет никакого отношения к церкви и каждый человек обладает к нему таким же доступом, а то и больше, чем священнослужители. Учение Мартина Лютера назвали сатанизмом. Конечно же, а как же иначе? В христианстве сатана, в исламе иблис, в иудаизме – самоэль. Однако в иудаизме он не имеет столь негативной окраски и значения, как в иных религиях. Родоначальники понятия дьявол и сатана в авраамических культах не видели в данном персонаже ничего плохого. Это был всего лишь ангел, который наряду с другим ангелом смерти – Габриэлем, в христианстве – Гавриилом, в исламе – Джибрилем, являлся грешником с тупым, кривым, зазубренным ножом и отбирал у них жизнь. Вот и все. Вот и все недостатки, которые изначально были в этом персонаже. Никогда он не был столь же могущественен, как Бог, и уж точно не мог ему противостоять. Ох, христианство и натворило дел. Но если сатана столь безобиден и беспомощен, то почему мы спустя тысячи лет видим все это? И среди кого? Среди самых сильных и могущественных на земле людей. Как вы, наверное, догадались, сегодня вы узнаете правду о черном культе и узнаете самый страшный секрет мирового сатанизма. Что такое, Петюша? Решил рассказать немного о себе и своих друзьях? Человек, если ты смотришь это видео, ты и есть настоящее сопротивление. Ты на канале Нулевой Пациент. Подпишись, поставь лайк и поделись этим видео. Сегодня будет очень интересно. Друзья, прежде чем мы начнем, очень важное объявление от Петюшки. Послушайте, пожалуйста. Уважаемые зрители, соратники, подписчики, друзья. В моей жизни произошло очень важное событие. Моя дебютная книга, мой дебютный бестселлер, вышел на английском языке на Амазоне. Там книга опубликована под названием «Монстр. История маньяка». Она уже доступна для покупки всего за 99 центов. Такая низкая цена сейчас сделана не для заработка, а для продвижения в рейтинге вверх. Это критически сейчас важно для меня. Всех, кому не жалко 99 центов, прошу перейти по ссылке в описании под видео, пройти легкую процедуру регистрации, если у вас нет аккаунта Амазон, и купить электронную книгу всего за 99 центов. Далее вы получите вот такую благодарность от Амазона. Скидывайте скриншот этой благодарности мне в личные сообщения любой соцсети. Ссылки тоже будут под видео в описании. И получаете от меня электронную версию любой из моих книг на русском языке. То, что стоило раньше 5 долларов, теперь для читателя всего 99 центов. Если будет оставлен положительный комментарий на английском на Амазоне, то вы получаете сразу все три электронные книги бесплатно. Пожалуйста, поставьте видео на паузу и сделайте это прямо сейчас. Спасибо большое. Так вы поддержите меня и как писателя, и канал Нулевой Пациент. А ничего, что я неделю назад купил у тебя электронную за 5 долларов. Теперь ты можешь получить любую другую за 99 центов. Ну хорошо. Ну книги-то хорошие. Так, жми ссылку под видео. Итак, друзья, давайте вернемся к самому страшному секрету сатанизма. Начнем с истоков. Различного рода рогатые божества существовали в древности во многих культурах, в том числе и в более древних, чем иудейская. Тут у нас и греческий бог Пан, и осиро-вавилонский Баал, и жуткий Молох, и кельтский Кернун. Или Кернун. Например, тебе нужен во время засухи дождь. Значит, придется договариваться с конкретным богом, даже если он не очень хороший парень. Кому-то из этих богов поклонялись, кому-то приносили в жертву даже детей, кого-то просто почитали, как представителя определенной стихии или каких-то конкретных сил. В таком обмене веществ всех все устраивало до того момента, пока не возникли монотеистические религии. Главная ирония таких религий, в частности авраамических, говорящих, что нужно верить лишь в одного бога, и он все контролирует, заключается в том, что они не совсем монотеистические. Они не отрицают огромное количество духов, ангелов, демонов и прочих богов, лохов, которые были побеждены новым богом. Авраамические религии лишь требуют, чтобы ты поклонялся одному суперсильному богу, потому что он клевый, а еще он может всех убить щелчком пальцев, если захочет. Весь окружающий нас мир максимально дуален, он черно-белый. Вся его эволюция, развитие и жизнедеятельность строится на сопротивлении чего-то, чему-то. Так возникает счастье и горе. И чем больше я думаю об этом и окунаюсь в суть, которую запрещено познавать земным особям, тем больше она меня пугает. Омерзительно осознавать тот факт, что вселенная нуждается в страшном горе и жутком зле, уродливости. Ведь без этого нет ни очищения, ни рассветов, ни победы, ни абсолютной красоты и гармонии. Я искренне боюсь говорить и думать об этом. Поэтому пока я замолкаю, но лишь пока. Суть в том, что монотеистическому богу тоже нужны победы. Ему нужно преодоление, ему нужна борьба. Процесс, проходя через который, все становится хорошо и прекрасно. Богу Абсолюту необходим враг и нечто, что он не совсем может контролировать, для того, чтобы реальность стала не конченным бездейственным созерцанием, а борьбой за счастье. Это связано с тем, что бог, который навешал лапши на уши человеческим особям, совсем не Абсолют. Он страшный лжец. Ведь у Абсолюта нет врагов. Если Абсолют создает себе врага, он конченый бездельный, которому скучно и ему нечего делать. Ведь страдаем от этого якобы врага мы, а не всемогущий бог. Здесь мы с вами наталкиваемся на фантастически важную деталь. Момент, который заставляет задаться вопросом, который многое ставит на свои места. У собак нет дьявола. Его нет у улиток, у бактерий, нет у деревьев. Ничего этого нет в мире флоры и фауны. Храмов во флоре и фауне не строят. Если мы прочтем священные писания, мы заметим, что богам, животные и прочий мир вообще до лампочки. В лучшем случае вам расскажут лишь что-то в стиле «Я создал это все для тебя», «Наслаждайся», «Пользуйся» и всякое прочее мура. А это значит, что сатана не вселенское зло, а зло, призванное навредить и напугать лишь человека. Это касается и бога Абсолюта, который создал даже ад и рай для человека. А до 7 миллионов 500 тысяч биологических видов ему дела нет. О да, со стороны добра и зла такое отношение действительно может убедить человека в своей важности и особенности. Монотеистическому богу нужен враг и победа над ним. Только так он убедит человека в своей силе. Почти каждая выдуманная кино или литературная история строится на победе одного чего-то над другим чем-то. Мы так все жаждем хэппи-энда, переживая за героев, смотря классный фильм. Победа бога над сатаной, добра над злом в любой религии это и есть хэппи-энд. И мы внутри этой истории каждый день. Существует ли хороший бог? Есть ли какая-то религиозная история, если нет плохого бога? Существует ли Аллах, Яхве или христианский бог без сатаны и победы над ним? Не знаю. Знаю только одно, что все ваши святые книги, земляне, заканчиваются театральным катарсисом, после которого зло погибает, а дальше истории того, как должно все быть, заканчиваются. Примерно на таких словах. И жили они долго и счастливо, без уточнений. Самая интересная история противостояний здесь. Дальше даже рассказывать никто не стал. Все, что так нас занимает, все, что так нас интересует, находится и записано в священных книгах. И все эти перипетии заканчиваются, судя по всему, после того, как ставится в них точка. А что же дальше? Жизнь среди райских кущей? В окружении прекрасных молодых девственниц? Неужели бог абсолют не знает, что будет дальше? Или он еще этого не придумал? Кстати, эта экзистенциальная проблема стоит и перед дьяволом, сатаной. Все его зло и вся его суть заключается лишь в противостоянии богу. Вся его деятельность – это противостояние богу. И вот, предположим, он победил. И всюду зло. Как драматург скажу вам, история так себе, дерьмо. Смысла мало. Нужно писать новую историю, основанную на неком противостоянии, борьбе, преодолении. Но все же вернемся к сатанизму и его самые страшные тайны. Всем, без исключения, авраамическим религиям хронически необходим дьявол, как олицетворение зла. Перекочевав из множества древних религий, он вначале появился в иудаизме. В большом количестве его течений он разный. Далее он оказывается в очень агрессивном, раннем каноническом, репрессивном христианстве. И после того, как книг и знаний становится все меньше, так как они горят в кострах инквизиции, разные персонажи, такие как сатана, дьявол, люцифер, падший ангел и прочая шайка-лейка, становятся одним персонажем. Условно назовем его сатаной, богом зла. Так уж вышло, что добрый бог авраамических религий убил в Библии миллионы и помогал своим многочисленным пророкам побеждать в кровопролитных сражениях. А страшный сатана никого особо не пришиб. Да и с силой его пророков как-то не сложилось. Нет ни одного мощного величественного пророка или учителя, за которым бы пошли миллионы. Да хотя бы сотни тысяч человек, превратившись в открытый массовый культ, по настоящему сильному и могущественному явлению скрываться не нужно, скрывается только слабое, трусливое и ссыклывое, уж извините. То, что испытывает страх, смелость не таится. И вот здесь у меня возникает вопрос. Отчего тогда якобы современная элита, по мнению конспирологов, и вполне возможно это правда, так прильнула к сатанизму? Что он может им дать? Известные и популярные люди благодарят сатану и показывают пальцами символ сатаны. Да, это именно символ сатаны, как утверждал создатель церкви сатаны Антон Шандор Лавэй. Ты тоже постоянно всякие знаки показываешь, например, три шестерки пальцами. Да я всего лишь навсего активно жестикулирую и пританцовываю постоянно, потому что очень эмоциональный оратор. Это случайно выходит. Ха-ха, я тоже очень эмоциональный оратор и показываю тебе это случайно, морда соросовская. Однако есть ведь и христиане, и мусульмане, которые благодарят Христа или Аллаха очень открыто. И они не менее успешны. Да, я думаю, что до того, как я обрел Христа и отдал жизнь Богу, я опирался на собственное понимание вещей. Я хочу сказать, что ты религиозен в некотором смысле. Да, причем абсолютно. И хочу привносить это в нашу эпоху, когда люди духовны, но не религиозны. Эти двое парней еще более популярны и богачи, чем прочая шушера тайна, намекающая на то, что они все поклонники Люцифера. Так что же они в этом нашли? Ницше, сверхчеловек, критиковавший религию и Бога. Предположим, сатанист умер ужасно, помешавшись, доживая свои дни в клетке. Шандор Лавей, автор сатанинской Библии, основатель американской церкви сатаны, умер очень рано, в 67 лет, в католическом госпитале. Что такое? Сатана годиков много не отмерил. Один из величайших оккультистов, который собирался стать отцом антихриста, знаменитейший ракетостроитель Джон Парсонс, умер в 37 лет. Величайший черный маг, ну в плане попсовости, Алистер Кроули, чье оккультное имя, зверь, 666, помер, скитаясь нищий по отелям, пытаясь впарить кому-то хоть что-то из его оккультных выдумок. Где же богатство и власть, подаренные сатаной? Вот его голос. Мы слышим сейчас настоящий ритуал. Да-да, что-то там выдуманное на латинском или еще на каком-то. Ты, Петька, с этим всем не шути, а то у тебя уже я появился. Не самое лучшее развитие событий. Хм, какая-то чепуха выходит. А ведь я вам сейчас не о шушаре публичной, а об очень якобы серьезных темных сильных людях, которые, будучи сатанистами, выходят, ничего не получили. И вот я вплотную подошел к ответу на вопрос о самом страшном секрете сатанизма. Людей, критикующих меня за редкий мат, не очень много. Мат – это некрасиво и гадко. Я прошу у вас у всех прощения, но я не могу сказать иначе. Мне очень хочется это сказать и сказать именно так. Самый страшный секрет сатанизма заключается в том, что его нет. Сатанистов наебали. И каждого, кто сумел сборную солянку из кучи языческих богов соединить в единого персонажа, всех, кто порождает величие этого персонажа и страх перед ним, наебали. Куда тебе чму пытать людей в аду, если ты в Библии никого особо не мучил и не убил? Слушай, ну это реально логично, хотя логика это не мое. Ты лишь обманывал и подстрекал. Ты клоун, ты лицидей, как и все зло. Лишь театр, зрительные и слуховые образы, которые пугают человеческие земные особи. Зубы, пасти, рога, глаза, пламя, дерганья. Интересно, как бы ты напугал слепоглухого? Как ты явишься во сне, потерявшим зрение до трех лет, тем, кто не успел сформировать нейронные пути с твоим образом? Кто боится тебя, если о тебе и о твоей силе никто не знает? А в головах населяющих планету строится образ неудачника-слабака с рогами, который однажды появится, которого с легкостью можно убить, выстрелив голову из пистолета. На такой планете ты никто, пустое место. И храмов тебе не открывают. Но благодаря определенной работе в голове людей закрепился образ чего-то величественного, могущественного и опасного. Ты пока не боишься меня, чмо. Но ты уже ссышь того, что я говорю. Ведь это правда. И ты до всерачки боишься того, что те, кто меня слушает, поймут, что то, что я говорю, истина. И это даже элементарно просто логично. И пусть не я, но будет тот, кто до тебя спустя года доберется и размажет твои мозги по стенке. Ведь ты один из нас. И это самая страшная твоя тайна. О, походу рубашку, ребята, вы не на кого надели. Люди, показывающие козу, находящиеся во власти, обретшие успех, все те, кого конспирологи называют сильными мира сего, поклоняются не сатане. Точнее, они поклоняются ему, но не называя его так. Они поклоняются Яхве Баалу, рогатому богу, богу авраамических религий, злому богу, который хозяин нашей фермы. Но он как бы не злой и не хороший, у него свои задачи. А мы сырье, мы скот. А скот выводится для конкретных целей. Ну и мы как бы тоже существуем для конкретных целей. Почему Баал это Яхве, я объяснил подробно в другом ролике, где привел подробный научно-языковой анализ. Это подтверждающе. Я знаю, что он многим не понравился, но мне искренне от всей души все равно, что говорит Пятибрат, Левашов и прочие ваши святые писания. Для меня имеет значение, что по этому поводу говорит британская энциклопедия мировых религий и данные, которые там имеются. Самое авторитетное научное издание в этом вопросе. Вам что-то не нравится? Разбирайтесь с ними, не со мной. Ведь я ссылаюсь на самое авторитетное издание, научный источник в этом вопросе, британскую энциклопедию мировых религий. И данные, которые там представлены, благодаря изучению вопроса многочисленными учеными личные представления о мире, мифы и интерпретации или то, что было написано в священных писаниях, меня не волнует. Меня волнуют только максимально авторитетные научно-исторические источники. А британская энциклопедия мировых религий наиболее авторитетный источник в данном вопросе. Мировая элита. Все эти известные люди, политики, бизнесмены, пахари, которым втюхали пустой оккультизм. Остальным повезло по праву рождения. Кем бы не было эта элита, если мы говорим о режиссерах, актерах, о певцах, певицах, кем бы они ни были, а песня и фильм классные, вот и все. Их нужно создать, суметь, их нужно суметь снять. Это очень, друзья мои, непросто. Это надо очень много работать. И я, честно говоря, не знаю, что должно произойти, чтобы кто-то в моей двери постучал с рогами и предложил бы мне тему для какой-нибудь книги, какой-то сюжет, который впоследствии станет, например, бестселлером. Мне приходится потратить примерно 90, от 90 до 180 дней, то есть от 3 месяцев до полгода, упорной, каждодневной работы по 8, по 9 часов, для того, чтобы написать книгу, которая потом впоследствии становится бестселлером. Ну а теперь самое главное. Слушай предсказания человека. Я лица пророка, который объединит всех людей, который поведает человечеству правду. И не будет над человечеством больше богов, кроме истины и любви. И не будет над человеком иной религии, кроме эмпатии, сострадания и гармонии вселенского миропорядка, ткущего лишь прекрасного. И не будет пророк этот над людьми, но будет среди них и принесет этот пророк ключ к абсолютной истине, по которой живут все народы, цивилизации и виды во вселенной. Ключ есть учение, имя которому Асентия. И будет это учение принадлежать в равных долях каждому человеку, и каждый станет пророком. Ведь истина принадлежит всем, ибо все равны во вселенной предликом источниках. Пророк уже ходит среди вас и уже говорит с вами. Ложь и обман готовят человечество к концу, к развязке, через смерть, войну и суд над несчастными и убогими. Истина пытается предотвратить это, давая шанс всему живому совершенствовать себя. Грядет суть, дарованная источник, истина, которая поклонится в милостердии и любви человеку, а не будет заставлять бояться себя и просить поклоняться себя. Грядет свобода человека от страха и невежества, грядет истина. Помни это пророчество человеку. Предположим, я зло, и я на стороне зла. Предположим, я поклонник иблиса, дьявола, сатаны, Самоэля и прочих мурзилок. Предположим, я сам и есть кто-то из них. В моих руках Коран и Библия. В них я прочитал, что что бы я ни делал, я проиграю. Но я же не баран, я умный, я включаю заднюю и говорю, так, я в общем страдать не хочу, ты выиграл, я проиграл, я подчиняюсь. Все же написано, мне хана, зачем мне даже пытаться, зачем мне эти проблемы. Верно? Но вселенское зло сатана иблис, антихрист и даджаль настолько тупорылый, что зная все это, все равно делают все, что написано в Священном Писании. Видимо, они альтернативно одаренные. Ведь четко написано же, ты проиграешь, а они все равно идут к этому. Ну или в книге можно написать предсказания или пророчества. Когда точно знаешь, что главные действующие личности поступят так, как написано. Если все действующие лица на сцене, одна театральная труппа, то, конечно же, они сделают все, что сказал режиссер. И воспринимать все написанное всерьез, как честную борьбу за нас с вами, может только тупой шаг. В одном из выпусков, посвященного людям-теням, я говорил о таком понятии, как лярва. Некий злой дух, который присасывается к телу и ест твои жизненные соки. Он же может являться тебе в состоянии сонного паралича и превращаться в нечто страшное. Вся эта эзотерика и мистика мне пофиг вообще. Суть в том, что с древнего латинского языка лярва переводится как маска. Маска, мать его, маска с жуткими зрительными образами. Или наоборот, величественными. Поразить, удивить, трепещите. Свет, колесницы, ангелы, белоснежные крылья, копыта, рога, пламя, облака, суд, вознесение, глаз небес. Сколько пафоса, сколько шоу, сколько образов. И ты на коленях и трепещешь. Как же вы это любите, земные особи. Помните, вы будете воевать за то, чтобы все это осталось. Вы будете воевать за этот обман. Вы делаете это уже тысячу лет. Я не часть фермы и не скот. И ты не ее часть, мой чудесный друг. Любовь, свет и истина сильнее любого даже самого огромного обмана. Я обнимаю тебя и желаю сил принять истину. Сил понадобится много. Если ты посмотрел это видео, ты и есть настоящее и мощное сопротивление тому шоу, которое нам впаривают. Подписка, лайк, поделиться, комментарий, колокольчик. Ты был на канале Нулевой Пациент. И помни, грядут перемены. Они нам просто необходимы. Пока. Сегодня как-то прям интересно было, но меня как-то мало. Если меня хотите в роликах больше, пишите в комментариях. Это масонская морда к вам прислушивается. Где б ты был, Петя, если б не я? Что такое, Петюша? Решил рассказать немного о своих друзях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!